Традиционный благотворительный бал прошел в Назарбаев интеллектуальной школе. В этом учебном учреждении он всегда посвящен творчеству Шамши Калдаякова, чьи вальсы словно рождены для подобных светских мероприятий. Его участниками также стали представители сельских пилотных школ и Ассоциация деловых женщин Западно-Казахстанской области. Осенний бал стал доброй традицией почти для всех учебных заведений Уральска. Торжественная обстановка, соответствующие наряды, все располагает к празднику, красивой музыки, светской беседы и добрых намерений. Руководство НИШ ежегодно обозначает новую тему приуроченную балу, акцентируя внимание на важных социальных вопросах. В этом году этот бал еще мы приурочили к году рабочих профессий, потому что благотворительная акция, которая проводится в рамках данного балла, мы думаем, что мы хотим помочь семьям, где действительно благодаря своему тружему усердию и труду воспитывает огромное количество детей, таких многодетных семей очень много, и поэтому думаю, что такие благие намерения есть у нашей акции. В западно-казахстанском филиале Назарбаев интеллектуальной школы есть проект под названием «Сто песен». Именно в рамках этого проекта проводится ежегодный бал, посвященный творчеству Шамши Колдаякова. Все вальсы автора на этом мероприятии звучат в живом исполнении. Бал с удовольствием поддерживают артисты филармонии имени Гарифулы Курмангалиева и других коллективов. За годы существования балла учащиеся ниш прониклись музыкой любимого композитора. Мы очень уважаем и ценим нашего великого композитора Шамши Колдаякова. И в честь этого устраиваем этот бал. На балу участвует очень много людей, очень много гостей. Также показываем то, что наша школа, она развита не только с академической стороны, но еще и с культурной стороны, то, что все наши выпускники умеют танцевать. Все танцы у нас поставлены не только с учениками, но и с родителями, с учителями, с гостями. В общем, это событие показывает уровень Назарбаев интеллектуальной школы, который мы уже демонстрируем несколько последних лет. И, я думаю, будем демонстрировать и в будущем. Благотворительный бал невозможен без гостей, которые зачастую являются единомышленниками учебного заведения и поддерживают его желание в оказании помощи. Это не только одно из правил подобного рода мероприятий, но и воспитание учеников, возможность научить их замечать проблемы людей, не быть равнодушными. На мероприятии ребята показали также свои артистические способности в инсценировках о жизни композитора. Вот такие светские мероприятия, красивые литературные мероприятия, оно же воспитывает молодежь. И не только молодежь. Здесь, вы видите, в зале огромное количество родителей. Мы воспитываем высокое искусство, высокую духовность, высокую культуру. Я думаю, что данная традиция, если бы распространилась на всей территории нашей области, во всех школах города, во-первых, это привитие любви к литературе. По традиции, по итогам бала были выбраны самые интересные пары. Кроме того, руководство учебного заведения выразило благодарность за поддержку мероприятия и вклад в благотворительность присутствовавшим гостям и родителям. Собранные средства будут отданы младшему персоналу НИШ, которые поддерживают чистоту и порядок.